Добрый вечер, страна дорогая! Это не мистический день, потому что сегодня восьмое, 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 и я уверена, что эта цифра каким-то образом связана с тем персонажем, который сегодня к нам пришел. День физкультурника отмечает наша страна сегодня, и я хочу поздравить этого человека с Днем физкультурника, потому что это тот физрук, который этот огламуренный жанр, такой огламуренный и нежный жанр, как рэп, обязательно приведет в нужную форму. На сцене брать живьем Нойз МС! Я приветствую всех зрителей и телезрителей этого действия, которое мы начнем прямо сейчас. И первая песня, она, конечно же, о телевидении и тяжелой жизни рок-звезд. Называется она, вы, пожалуй, знаете как, «Из окна». В рот я, ваш первый канал, и второй канал тоже в рот. Третий канал тоже, тот еще колдый. Четвертый, если честно, я смотреть бы не стал. По мне так, что пятый канал, что шестой, такой же отстой, как седьмой и восьмой. Депятый, десятый, пятидесятый, куда не включи, кругом отните генераты. Сколько кнопками, ни щелкай на пульте, нормального ничего не показывают нигде. Я так устал от всего этого говна. Прогулась крыша Геленвагена, ха-ха-ха. Смотрите все, какао, мяченов. Прогнулась крыша Геленвагена, ха-ха-ха. Смотрите все, какао, мяченов. Привет, Самара, то есть Саратов, то есть Волгоград. Я крайне рад сегодня в вашем классном городе играть. Я где только не был, но самые красивые девушки в мире. Честное слово, зуб даю у вас в Сибири. У вас тут так красиво, море, мосты разводные. В общем, Тверь теперь мой самый любимый город России. То есть Казань, то есть, конечно, Пенза. Я хотел сказать, Калуга, где ваши руки, не слышу ваши голоса. Вы бы знали, что сейчас творится за кулисами. Там, там, приехали дяди какие-то лысые. Говорят, не по понятиям, вниз кидать телевизор. Если правильный пацан тачку припарковал поблизости. Как широка и необъятна наша страна. До чего плотно и пусто населена она. Занудами типа, брат, вы этого бытлана? Нет, ну подумай. Да ну и что, что из окна гостиничного номера своего. Я телевизор выкинул на одно. Авторитетом местного, ну и что, я рок-звезда и едина. Из окна гостиничного номера своего. Я телевизор выкинул на одно. Авторитетом местного, ну и что, я рок-звезда и едина. Итак, дорогие телезрители, если вы это видите, то повторяйте за моими действиями бдительно Вернее, действуйте инструкциям, которые я вам дам Следуйте моим фристайлам и моим текстам Итак, прямо сейчас возьмите свой ящик вот так, слева и справа И после этого подружные клики «Браво!», которые ваши домочадцы будут источать Вам надо следующую операцию делать начать Открывайте окно, смотрите, есть ли внизу тачка Если нету тачки, значит окно вы выбрали неудачно Открываете другое, смотрите снова вниз О, отличная тачка, тачка просто зай... Когда-то была до полёта этого ящика из вашего окна Понаставили тут под окнами говна Давайте делайте именно так, а мы споём припев Итак, три, четыре, все вместе, все вместе Гостиничного номера своего Я телевизор выкинул на авто Авторитета местного, ну и что? Я рок-систра и китина Пу! Прогнулась крыша Геленвагена Ха-ха-ха, смотрите все, какая ухмятина Пу! Прогнулась крыша Геленвагена Ха-ха-ха-ха, смотрите все, какая ухмятина Пу! Прогнулась крыша Геленвагена Смотрите все, какая ухмятина Смотрите все, какая ухмятина Пу! Прогнулась крыша Геленвагена Пу! Прогнулась крыша Геленвагена К счастью, на этот случай вторая гитара припасена Ну и теперь, когда мы спели песню из окна Я наконец-то отдам вот этот инструмент туда Хотя зачем это надо делать, глупый текст Надо завязывать с этими делами О, Макс, отлично Ты сам это сделал Ему уже привычно, что я гоняю его все время от его инструмента Именно сейчас я снова наслаждаюсь моментом Когда мне помогает этот замечательный человек Все было нормально, когда шел саунчек Все шло нормально, когда мы были на репетициях Но тут, конечно же, должно было что-то случиться И вот я только доигрываю первый куплет И струны уже нет Что делать с этим? Я не знаю, когда закончится этот бред Мне не везет Походу, мое число 13 Возможно, это кого-то касается Сестрицы и братцы Кто здесь еще такой же неудачник? Поднимите руки Прямо-таки под эти звуки Вас достаточно много Вот она какая у меня аудитория Мы снова оказались на этой территории Хотя были здесь уже когда-то Полтора года назад Ребят, ну как так можно играть? Давайте как-нибудь либо сначала Либо, я не знаю Максим, как там у тебя дела? Настраиваю Нормальный ответ Ну что ж, ребят Че, уе? Нет, уе не будет сегодня Я пока что займу немного еще паузу Мы долго думали, какие же песни сыграть сегодня И с одной стороны старались не повторяться Чтобы не было похоже на тот эфир 2007 года На У2ТВ Но потом поняли, что хитов там много И где-то в итоге половину все-таки оставили Немного о следующей песне Она является, по сути, логическим продолжением предыдущей Она обо всех городах России Но исключительно в той хипостаси, в которой они соприкасаются с Москвой То есть Москва не резиновая Но не тут-то было, не все сразу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Капец Капец Не за субтитры Алексею Дубровскому То есть ремонтировка Не встрет 효ка Она не лопнется на весь толщий день ото дня И когда детскую шкуру сбросит, как змея Займёт от души стури, сушит планеты земля В основании резиновая, но Россию дай я Она не лопнется на весь толщий день ото дня И когда детскую шкуру сбросит, как змея Займёт от души стури, сушит планеты земля Дальше больше, еще лет через пятнадцать крыши высоток Будут царапать обшивку орбитальных станций И по ходу верхних этажей жильцы помимо счетов за свет, газ и воду Будут оплачивать еще и расходки с народа Рассчитывай время лучше, чтоб не опоздать на работу Ведь не раньше среды придет лифт, призванный в субботу Займись подсчетом идиотов, чем потом пришлось дышать Поднимаюсь на свой этаж, если накануне трудного дня вдруг спать неохота В этой паучине душа двенадцать миллионов мух И на место каждый, спустивши дух, прилетает не меньше двух Потеснить мой друг, мне тоже нравится, как в своей сети сплел этот паук Носква не резиновая, но Россию дай я Она не лопнет, становясь толщи день от дня Минка до тесную шкуру, сбросит, как змея Сойдет, а вы чувствуешь, слышит планеты, земля Носква не резиновая, но Россию дай я Она не лопнет, становясь толщи день от дня Минка до тесную шкуру, сбросит, как змея Займет, а вы чувствуешь, слышит планеты, земля Да, 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 да Субтитры делал DimaTorzok Буду краток. Следующая песня называется «Наши движения». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не устроит ли нам рок-фестиваль огромный, чтобы было круто, весело и громко? Чтоб километров на 20 разносили колонки, крики Васильева, Санька и белокоронки. Поставим слухами дават, дабы без ума был рад, через случайно важный молодежный электорат. И айда в тур по городам, сегодня тут, завтра там, мать по Питер, на басе Балкоград. Ни шалка, ни сил, ни времени, ни денег, лишь бы в правильных местах галочки стояли в прилетенях. Политика крайне увлекательное занятие. Вот она, российская дипократия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кантемировская прозвучит сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я никогда еще, еще... Я никогда еще не выходил на этой станции метро, Хотя меня где только не катал подземного локомотива кровь. Я был во всех его норах, как минимум, проездом и синим, и трезвым. И сидя и в поисках места, какую ветку не возьми, Везде найдутся отпечатки когтей моих лап на пересадках. Я истопал по ступенькам лестницу эскалатора, Пусть равный по дыме трех-четырем зимним экватором. Но вот на куче Мировской пока что не был ни разу, не было мазы. И вот я здесь убитый в мясо, втыкаю на краю платформы, Стену напротив. Рядом снует суетливо какие-то дети. Дяди и тети крайне заботят абсолютно неважные вещи. Я зрение напряг, красные цифры стали резче. Время на табло ползет надоедливо, медленно я первого вагона жду, Там где все ждут последнего. Там где все ждут последнего. Дорогие пассажиры, извините за наплату, Я прекрасно понимаю, вы торопитесь. Кто быстрей на выход, кто скорее на посадку, Чтобы в поручи степиться или поуток не сесть. Я задержу вас, но ненадолго, мне всего один прыжок, Я второго не попрошу. Извините, ради бога, за осколки, Резкий скрежет тормозов и прочий неприятный шум. И прочий неприятный шум. Я никогда уже не буду кровь сдавать московское пищевое, Размышлять над тем, чем третья стадия хуже второй. Тусить на форумом для инфицированных по ночам, И бегать по врачам, больничные полы на пча. Меня уже не будет так выпешивать то, что по всему городу Дурацкий соцреклама понавешивали мне, Не испортит настроение какой-то там плакат. То, что написано на нем, уже не про меня раскладка. Люди кричат, кто-то в ужасе крестится, Какой ажиотаж. Лучше бы решили повеситься, Болтался ли себе под потолком своей квартиры. Тихо, мирно. Извините, дорогие пассажиры. Извините, дорогие пассажиры. Дорогие пассажиры, извините за накладку, Я прекрасно понимаю, вы торопитесь. Кто быстрей на выход, кто скорее на подкатку, Чтобы в поручек супиться или поугодней сесть. Я задержу вас, но ненадолго. Мне всего один прыжок, я второго не попрошу. Извините, ради бога, за осколки резки, Скрыжу тормозов и прочее неприятное. И прочее неприятное шум. И прочее неприятное. Это «Брать живьем» на телеканале О2ТВ. У нас на сцене Нойзим Сидроги, друзья. И сейчас пришло время, Ваня, ответить на все наши вопросы, Которые накопились в связи выходом от этой пластинки. Это первый официальный релиз Нойзим Си. Первый вопрос хочу тебе задать, Ваня, Очень такого деликатного свойства, но как девушка. Вот этот вот треугольничек из волос Ты специально выбриваешь или он у тебя так растет? Так растет. Класс. Не нужен никакой тримминг. Ну, поскольку мы сегодня собрались с этой, в общем-то, пластинкой, Хочется спросить, довольны ли вы ею. И вот после того, как уже все сделано, Обычно бывает такое, что там что-то, может быть, поменять, Хотелось бы там какие-то вот пожелания, Которых уже не вернуть из того, что сделано. Спасибо, спасибо. Я, естественно, на все 100% пластинкой недоволен. Такого вообще не бывает, потому что, видимо, когда человек записывает пластинку, Которая доволен на все 100%, наверное, он после нее уже ничего не записывает. Или пытается повторить то, что ему удалось однажды. Вот. Я не вполне доволен звуком, и пластинка получилась довольно эклектичной Не только по музыкальным направлениям, как того мне хотелось, Но и тупо по саунду, а это уже не очень хорошо. Вот так вот. А означает ли это, что вы будете предпочтение отдавать живым концертам? Ну, мертвые концерты мы не любим изначально. Поэтому все-таки... Прекрасно, друзья. Я хочу сказать, что те люди, которые пришли сегодня сюда, Будут иметь возможность, задав лучший вопрос, выиграть одну из этих пластинок. Ну и я хочу спросить у тебя, Ваня. Вот ты добился, в общем-то, наверное, всего того, о чем может мечтать любой музыкант. У тебя есть поклонники, у тебя вышел диск, у тебя большие площадки, наконец-то. Да ты вообще что видишь дальше? Ну, скорее я вижу дальше как раз то, что ты только что перечислила. Потому что, ну, во-первых, площадки бывают и побольше, альбомы бывают и получше. Вот, поэтому нет предела совершенства, я думаю, что... А есть ли такая ситуация? Вы играете на Уэмбли. И вот уже перед концертом вам говорят, что, чуваки, есть возможность включить только два инструмента. То есть, допустим, голос и вот там только гитару или только диджея. Что бы вы выбрали? Только гитару или только диджея? Голос плюс либо гитара, либо диджей, например. Ну, я не знаю даже, что выбрать. Я, наверное, переподключал бы постоянно. Пару песен на гитаре сыграл, включил диджей и понеслась. У вас демократия в группе или ты такой вот конкретный... Ну, как видишь, да, у нас полная демократия в группе, все имеют право голоса. И поэтому отвечаешь только ты, да, замечательно. Ну, послушай, ты снялся в фильме «Розыгрыш». Это для тебя какой-то зачистка какого-то нового плацдарма, выход на новые рубежи, новый горизонт, и ты вообще планируешь дальше? Или это такой был просто опыт интересный? Учитывая, что и этот опыт я не планировал, причем, когда я подписывал бумаги с Григорием Зориным, вот, со своим менеджером, там есть такой пунктик по поводу... Не в плане пунктик, а в плане пункта кавора, касающийся моей актерской деятельности. Я сказал, Гриш, ну ты что, зачем это нужно вообще? Я не буду сниматься в кино никогда. Он такой, да, ну-ну. Ну, вот, а потом, буквально через два месяца, мне позвонил Андрей Кудиненко, сказал, что вот он заинтересован в том, чтобы я поучаствовал в их проекте, и вот так все неожиданно закрутилось. Это не была какой-то спланированная акция, а то я знаю, существует мнение, что это, дескать, промо к альбому, там, тщательно спланированно и так далее. Просто нам действительно очень сильно повезло, что так все вышло. Вот, соответственно, планов каких-то у меня нет. Вот, каким-то зачищенным плацдармом, таким триумфальным появлением, как Годзилла в городе, я не считаю этот дебют. Но ты не похож на Годзиллу, прежде всего. Ты гораздо более интеллектуален. Ну да, я не стану с тобой спорить, ни в коем случае. То есть ты как бы нарушил пункт договора, что ли, получается? Да нет, почему? Или это не было нарушением? Ну почему же, почему нарушил-то? Нет, просто изначально, когда я увидел такой пункт, я удивился, зачем он нужен. Оказалось, что нужен. А, вот так вот. Ну послушай, а вот я, как человек, совершенно не умеющий читать рэп, хочу спросить, что нужно для рэпера? Вот какое основное качество? Это качество артикуляции, прежде всего, или качество ума? Там, что это вообще? Чем нужно обладать, чтобы читать рэп? Две самые главные составляющие, мне кажется, любого музыкального направления это месседж и харизма. Все остальное, артикуляция, дикция, умение подбирать миллиард рифом за три секунды и так далее. Это все очень важно, но это развиваемые качества. А если нет изначально какого-то желания чего-то сказать миру, то можно, конечно, и зайца научить курить, но вопрос, зачем? В общем, я не знаю, что главное. Ну, то есть ты, да, я понимаю, то есть у тебя творчество вот так вот. Я видела просто, как ты делаешь, я так понимаю, что это был экспромт и вот этот фристайл, да? Там же все на импровизации, но импровизация это всегда заранее подготовленный, как говорят. Лучшая импровизация это подготовленный. У тебя вообще заготовок не бывает? У меня, видимо, не лучшая импровизация, потому что заготовок у меня не бывает в принципе. Даже если я пытаюсь что-то такое заранее придумать, чтобы потом это выдать, как правило, в процессе уже самого исполнения фристайла все эти заранее задуманные вещи, ну, как-то забываются, не приходится ко двору, скажем так. Серьезно? Да. А есть какие-то вещи, которые ты вот все время думаешь, черт, вот это вот я еще так и не сделала, все время забываю это сделать? Ой, нет, такого нету. А с кем бы ты хотел схлестнуться во фристайле? Схлестнуться во фристайле? Ну, я даже не знаю. То есть прямого, непосредственного желания с каким-то конкретным человеком таким образом, скажем, присоревноваться у меня, если честно, нет. И вообще мне фристайлы проще читать, обращаясь к зрительному залу. Потому что мне ближе импровизации, которые, ну, что-то способны высказать, а не просто кого-то опустить там, обскакать и так далее. То есть бэтлы – это серьезный такой большой промежуток времени в моей жизни. Но фристайл мне интереснее такой вот именно со сцены, какой-то в процессе концерта. А кого из наших отечественных рэперов ты бы мог выделить как равных себе или более крутых, чем ты? Или наоборот, что он еще не достал? Есть ряд очень сильных фристайлеров, которых я знаю. Это Баста. Баста очень хорошо фристайлит. Рыбак. Есть еще ряд имен, но первое, что приходит в голову, вот, пожалуй. Есть МС Гром из Казани. Очень сильный фристайлер. Вот, ну, и ряд, там, неизвестных совершенно имен. Я просто, вот, первое, что приходит в голову, вот, три таких человека. Хорошо. Вопрос из серии «Желтых слухов». Это правда, что ваш басист скоро станет папой? Ну, давайте позовем его сюда, пусть обдувается. Ну, я об этом еще не знаю, надеюсь, что нет. Ну, слушайте, наверное, эта девушка, которая называет себя без «Б» у нас на форуме, наверное, она имела в виду, что она будет мамой, кто знает. Девушка называет себя без «Б»? Да, без «Б». Вот такой у нее ник, да. Что же беспредел. Ну, слушайте, на самом деле, на наш форум очень много вопросов набежало, и я вот хочу задать некоторые из них. Вот, например, пишет «Калекула». О чем обычно ты думаешь перед выходом на сцену? Непосредственно перед выходом на сцену? Ну, я волнуюсь, конечно же. Это никуда не девается чувство. С каждым новым концертом оно не становится слабее. И я всегда думаю, как бы выйти и не обосраться там. А если бы ты задумал... В переносном смысле, естественно. Если бы ты задумал основать политическую партию, какова была ее программа, бы пишет Светлана тебе. Я тут слышал новую песню Ляписа Трубецкого, называется «This is my manifest». И там вот есть такая строчка. Автоматы с водкой на каждом углу, нет работе, слава Бухлу. Первый пункт программы. Ну, это, если не серьезно, конечно, к вопросу относиться. А вообще я не собираюсь организовывать никакие политические движения. Их и без меня хватает, к несчастью. И о программе он его не задумывался, соответственно. Вообще, мне кажется, что творческие люди политикой заниматься не должны как таковой, потому что, ну, все равно это максимализм, передергивание палки. И это свойственно обычно творческим личностям. Мне кажется, вообще не надо музыкантам образовывать свои какие-то политические движения. Это страшно. Страшно и интересно. Ну, послушай, на что ты потратишь первые деньги, которые ты получишь от продажи альбома, спрашивает тебя хвост? Отдам долги. Музыканты, оказывается, тоже имеют долги. Ну и что же, в общем-то, друзья, есть ли у кого-то еще какой-то вопрос? Да, давай. Вань, слушай, короче, вопрос такой простой вообще. Вот смотри, у тебя столько вот, достаточно много выступлений, да, столько народа тебя слушают, да. А вот такой вопрос. Ты намеренно-то накопил? Я же только что отвечал на другой вопрос, который косвенно является ответом на твой. Нет. Нет. После того, как будут розданы все долги, мы тебя обязательно увидим намерение. Или на чем-нибудь еще покруче. Я думаю, не сразу, потому что водить я не умею, и есть подозрение, что, видимо, это вообще не мое. А ты можешь что-нибудь изобразить вот экспромтом, например, про телеканал У2ТВ, вот какой-нибудь такой фристайл. И мы плавно перетечем в песню. Вот так вот можно сделать, а? Давайте поддержим, чуваки! Моя голова уже сочиняет слова про этот телеканал У2. Это не тот второй канал, который в песне из окна. Я никогда не буду на него лить говна. Нормальный канал, включаешь, идут хорошие клипы. Это не хорошая музыка типа, которая у нас крутится по двум другим каналам, но которая многих из вас уже давно достала. Здесь много рыбака и много тяжелого металла. Мне это нравится, тут не Влад Валов, программный директор, и за это отдельные респекты. У меня на голосе не висят модные эффекты. Именно поэтому каждое слово доходит до отресата. У2 это телеканал. Это правда, ребята, помните об этом каждую минуту. Читаю я иногда круто, иногда не круто. Зато иногда делаю такое чудо, что все вдруг решают обоюдно. Ваня, это круто, давайте-ка поднимем руки. Давайте так и сделаем, чтобы под эти звуки вы ими махали. Я вижу довольные лица в зрительном зале. Вы сегодня бухали? Если да, то бросайте, завязывайте с этим делом. Я вижу здесь одно, второе, третье пьяное тело. А да та, я буду бить вас по копе. Это кто? Это номер один в русском хип-хопе. Но из МС на телеканале О2 ТВ. Меня спрашивают постоянно, заработал ли ты, Лаве? Не ваше собачье дело. На все вопросы отвечаю враньем. Ну-ка веселее, йоу. Давайте руки поднимем, пойдем и купим альбом. Его найти в магазинах можно с трудом, но можно тут выиграть, застав мне классный вопрос. Как называется этот канал? ОС у вас перегружено, и поэтому ваши компьютеры до сих пор тупят. Давайте же быстрее лузеры. Давайте включайте видеомагнитофоны и телецюмеры. И думаем, думаем, думаем. Напрягаем мозги. Рэп — это музыка для них. Я читаю вам очередной стих, и я еще не затих. Напоминаю мои слова, посвящаются чему телеканалу О2. Как меня и просили, перед вами выступает самый сильный МС России. И мы бы сейчас барабаны ненадолго закосили. Я не считаю себя каким-то там мессией. И поэтому спаю вам пару несерьезных песен. Ребята, они вас еще не бесят. Сейчас будет песня «На работе платят бабло». Это очень страшное зло, то, что я там наговорил. И извиняться не буду. Кто-то скажет, ну это ублюдок, вот там есть строчка вот эта про офис. Мы знаем, что, конечно, мы-то в рэпе не профи, но ты профи. Ну зачем ты так нас обсираешь? Мне часто этот вопрос задают, и задавая, его смотрят на меня с такой вот злостью. Типа сейчас мы тебя переломаем кости, но вы эти шутки лучше бросьте. Итак, ребята, песню я уже объявил, и сейчас мы ее исполним. На работе платят бабло, но работать надо на ней. Я не против первого, но без второго мне веселей. На работе платят бабло, но работать надо на ней. Я не против первого, но без второго мне веселей. В вам лежачий камень вода не течет, зато лежачего никто не пьет. Тем более я не лежу, а хочу истощать. И если честно, у меня такое чувство, счастье, что моя жизнь. Это правильных выборов, череда меня нет. В ассортименте товара в рынке труда я не была никогда, и никогда не будет там. Я звонко стучу болтом по высоким львам. Всех-всем, кто мне говорил, ты лузер? Музыка не работа, не строй иллюзий. Я сочинял эту песню, пока возгручил босс, и у меня за это время созрел вопрос. Вы все такие умники, такие профи все, так больше мэвки в парадах, а мы в офисе. О, пока вы думаете над ответом, я поиграю в хэви-метал. На работе платят бабло, но работать надо на ней. Я не против первого, но без здоровых не веселись. На работе платят бабло, но работать надо на ней. Я не против первого, но без здоровых не веселись. Наш парабанщик подкалывал ни в одной сомнительной конторе. На эту тему есть немало забавных историй. Он с тезисом работокал, никогда не спорил. И крыл ее с бабами, как люди пишут на заборе. Пока мы проводили отпуска на море, он делал бизнес не в самых классных категориях. Костюм и кенгуру пугал детей в рамсторе. Возил таранские диски на своем моторе, и вот так Тарас подклип колес. Когда он новую партию DVD-паленым лез, и мент его тормознул, чтоб трясти повоз. У него тоже зазрел небольшой вопрос, если даже дебил с балкой полосатой грибет капусту. И чувствует себя за то, чем же музыкантом, хуже этих дегенератов. Я работать надо на работе власть от того, но работать надо на ней. Я не против первого, но без второго с ней вичлей. На работе власть от того, но работать надо на ней. Я не против первого, но без второго с ней вичлей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это брать живьем на телеканале У2ТВ. У нас на сцене Нойзи Мси! И много народу собралось здесь сегодня. У нас телепрезентация первого официального диска Нойзи Мси. Поэтому у вас, друзья, есть шанс сейчас, задав вопрос, выиграть. Давай, какой у тебя вопрос? Здравствуйте, меня зовут Роман. Я Ваня Алексеева, фан. Я хочу прежде всего сказать, что Нойзи Мси лучше фристайлил на Руси. Я очень надеюсь на альбом с DVD, поэтому я хочу кое-что спросить. Что нам нужно делать, чтобы так же читать, как ты, Ваня? С чего нам надо начинать? И не только глаголы рифмовать, наить, еть или ать. Браво. Отличный вопрос. Ну, пожалуй, ты уже начал. Сделал это правильно, я смотрю. Достоин диска? Мне даже нечего ей посоветовать. Да, конечно, достоин. Достоин. Аплодисменты! У кого был еще вопрос? Привет. Меня зовут Александр. И у меня такой вопрос. Чей образ из группы использован в песне «Честное слово»? Чей образ? Пашин! Тут уже все говорят, да, кислого. Нет, Паша, это барабанщик. Вопрос на миллион или как? Ну, даже не знаю. Не, не отдадим диск. Не отдадим? Так. Еще есть какие-то смельчаки, кто может попытать свое счастье? Давай. Меня зовут Макс. Привет, Ваня. У меня такой вопрос. Ты передал привет девушке Ире, про которую у тебя есть песня? Нет, забыл. Забыл. А еще, можно еще один? А вот такой вопрос. Вот большинство артистов, насколько я знаю, не имеют высшего образования. Максимум 11 или 9 классов. У тебя есть высшее образование, престижный вуз. Как ты считаешь, это вообще помогает в карьере? И должен ли настоящий артист иметь вышку? Мне это здорово помогло в карьере, потому что благодаря вузу я в течение пяти лет безнаказанно жил в Москве и не парился даже по поводу каких-то моментов, по поводу которых могло бы прийтись. И мы все, в общем-то, такие тут. Ну, кроме Жеки. Вопрос, достойный диска, как ты считаешь, Ваня? Ну, не знаю. Нет, а мы не знаем. Давай послушаем. Не, ну просто у нас был очень сильный дебют, который пока что никто не может затмить. Вот в чем проблема. И это правильно. Следующий вопрос. Ванек, здорово. Меня зовут Женя, погонял у меня Боб. Вот ты поешь в своих песнях про белый, про ганджу, да? А ты сам, на самом деле, употреблял когда-нибудь белый? Нет, не употреблял. Ну, что скажешь? А ты убил Николая Фандеева? Что? Николая Фандеева ты убил? Нет. Нет. Ничего подобного. Ну вот, кстати говоря, скажи, пожалуйста, после того, как у тебя вышла эта песня, Гурукен высказался тебе очень негативно, да, известный музыкальный критик. Ты вообще как к таким негативным выпадам относишься? Или они тебе побывают? Очень расстроился, оделся в черное, ходил кругами по квартире, думал, почему же я все сделал неправильно. Решил пересмотреть взгляды на музыку и творчество в целом. Вот, перечитал всего Гурукена, понял, как мне нужно жить, и сейчас стремлюсь к этому очень сильно. У меня получается, конечно, с трудом, потому что не так-то легко исправиться и сразу стать хорошим парнем, когда только что был таким говном. В общем, Вадик, ты наставил меня на путь истинный. Спасибо. Вот так, румяный критик. Ну что, еще один вопрос или мы готовы? Готовы? Итак, он берет уже гитару. Все у нас прекрасно. Какая следующая песня будет у нас? Мы не успели в ходе предыдущего блока спеть песню «Вдыхай», и это досадное упущение, я думаю. «Вдыхай» Затянись мною в последний раз У меня мордой в стюльку Дави меня, туши мою страсть Буду дымить назло Боль на фильтре грязным бурым пятном Все, что мне от тебя останется Урна мой будущий дом, и вряд ли мне там понравится Серым пеплом осыпятся вниз Те мечты, что не сбудутся никогда Меня вряд ли раскурят на биск Шанс, если есть, Сто один из сталь Тебе отравится никотином Моим тебе кашлик моими смолами Выдыхай скорее мой последний дым И закрывай окно, а то холодно Выдыхай скорее мою душу наружу не тесно В твоих лёгких так мало места Выдыхай скорее мою душу наружу не тесно В твоих лёгких так мало места Но если честно, во всём виноват я сам Наша лестница к небу оказалась расшатанной стремянкой Годна лишь на то, чтобы достать всем присоли банку Но я готов был и по ней карабкаться к облакам Назло запрытым и закрытым изнутри замкам Порой казалось зель близка Скоро наползу и я с собой тебя звал Но ты оставалась внизу, поднимала глаза Просила вернуться назад, а я не слезал Всё твердил тебе про небеса Думал, что сам могу решать за двоих людей Думал, что нам станет лучше от моих людей И цепляясь за надежду, как за одежду И пей, становился дальше от тебя ещё на ступень Но лестница в небо оказалась расшатанной стремянкой Годна лишь на то, чтобы достать всем присоли банку Возьму подмышку, отнесу в кладовку Пусть пылится, прости за все Ради Бога, перестань мне ты Выдыхай, скорей В мою душу наружу не тесно В твоих лёгких так мало места Выдыхай, скорей В мою душу наружу не тесно В твоих лёгких так мало места Но если честно Во всём ты нападился В мою душу наружу не тесно Настало время слегка пройтись по хитам За закрытой дверью Чем-то воняло и было тесно Но для нас она была культовым местом Мы давно там провели школьные годы чудесные Мы почитаем ее как папом, так и подъездом Спасибо кому-то за счастливое детство Именно здесь мы сочинили нашу первую песню Именно здесь мы впервые треснули под 200 А после нас бассив пришелся девственностью Лучше в честь нашей вокалисту Олесю С нами ей было интересно и весело Прикольная была Ерла Но белопосредственная Весила килограммов 110 в приросте 170 Когда на следующий день уже, будучи тресным Он сказал нечестно, прости, но мы не можем поимезти Она ответила ему жестом И клопнув дверью в знак протеста Навсегда покинула наш оркестр За закрытой дверью Имели барабаны, гитары не верили Три раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью Кто эти парни? Разрешите их пока не поздно То, что я не слышал их раньше, это дьявол о косме Это наши будущие звезды Я серьезно Воскликнул, услышав нашу демо-постюнниверсал Вскоре за закрытой дверью офиса Поставив роспись, мы получили авансом кучу вопроса Наши песни стали известнее, чем джинкл, белс и хэппи-безды Журналистки против автостали нас своими вопросами Год спустя я владел паяном виртуозно В результате искручен обозны Тех звуков износных, что я издавал Из деких выпуская воздух, стоя за двери Студите, будьте в состоянии гомотозном Звукачи, рукавами смахивая горки И слезы по пухам собрали Нашу песню структулезно Никакого творческого роста Зато мы звезды, читательницы журнала Куб, а именно наш пост За закрытой дверью Имели барабаны, гитары не верили Три раза в неделю репетировала Наша группа за закрытой дверью За закрытой дверью Имели барабаны, гитары не верили Три раза в неделю репетировала Наша группа за закрытой дверью Гремерка мне в руках виново Хорячила очень Ввиду плотепного состояния печень и очек Концерт поду в рот и срыва Менеджер озабочен Разверенная бомбелька Рбет секьюрит и плочья Задержав на два часа концерта начало Я вылез на сцену Гало показав козу полному залу Ковыряю струны медленно Топчу примочку кедами Еще куча шок Микрофон между кубленами Даже самые преданные фэны Не узнают хитов Барабанщик ускоряет темп Я не помню слов Обробанный басист Может пальцами мимо лотов Пьяный диджей Матерять плюет под культом Из первых рядов Слышатся голоса Эй, за что я заплатил Касарь? Верните мне бабки назад Незапно пелена Достала мне глаза За закрытой дверью Скоро я покинул зал За закрытой дверью Гремели барабаны Гитары ремели Три раза в неделю Репетировала наша группа За закрытой дверью За закрытой дверью Гремели барабаны Гитары ремели Три раза в неделю Репетировала наша группа За закрытой дверью Что-то актерным залом Репетировал Школьный танец Это «Брать живьём» на телеканале О2ТВ, друзья И я, Паша Пионерка Кандальна, сейчас прощаюсь с вами Оставляю вас наедине с группой «Ной Зим Ши» Ну а мы прощаемся с вами, оставляя вас наедине с песней для радио Песня для радиоэфира, вот она готова Ни одного плохого слова и припев попсовый Пусть попробуют ко мне только потом придраться Но это не подходит по формату нашей станции Я ни одной запретной гемэффекции не затронул И противоречил ни морали, ни закону И больше, зачем вообще я бы шёл к микрофону Но рэпер должен не что-то читать поверх кузона Ни снова о наркотиках, ни снова о политике или копах Подрестит о больных мою плитиков Тебя не стану я грузить о том, что жизнь ужасна Типа на улицу под вечер выходить опасно Типа и девушка ушла, и с деньками плохо И типа всё, что мне осталось, это ахать и опы Нет, всё намного проще, селом по-серьёзней морду Я бомбнул свой рэп, а три, два, три, как тёрда Назови меня попсой, а ты ничё хочешь Слушать будешь всё равно, я же знаю точно Умер, а тут и ждись, ты друзьям не скажешь Назови меня попсой, не обижусь даже Будут на радио звонить девчонке и просить Привет десятому Б, поставьте ноль смси Девчонка отметит окей и нажмёт на плей К радостью позвонивший и её кручей Потом караткаюсь, как альпинист на Эверест Я влезу в тип парад на одно из первых мест Не буду там висеть, покуда всем не надоест А позже выпущу антоп с названием The Best Не будет этот трек, плюс 25 ремиксов Вот уже вижу, как толпятся у филасков Чик, всё отличный уровень продаж Куплю весь пираж Вокруг моей персоны бешеный ажиотаж Да, я мечтаю об этом, а вы как будто нет Так, вы не признанный гений, уличный поэт Ну да, куда мне до вас? Я меркантильный жлоб И мне плевать на некоммерческий кип-коп Назови меня попсой А ты ничего хочешь Слушать будешь всё равно Я же знаю точно У пиратов будешь диск И друзьям не скажешь Назови меня попсой Не обижусь даже Не обижусь даже Не обижусь даже Я вижусь даже Следующий трек Это песня Которая должна была быть вместо песни для радио Всё-таки на широком экране Но поскольку не формат Её до сих пор не видел никто Все её слышали Зато это жизнь без наркотиков Послушайте Должен вам сказать кое-что Я завязываюсь с наркотиками Поверь Не буду Не гони в руку Если тем, по которому ты завязал Это то, что тебе случились наркотики Будучим поколением корчков Достаточно будет вдохнуть Твой брак Чтобы плететь Зачем мне четыре колеса Что брак Я хотя пятая восьмая на руль У меня нету ни хаты Ни работы Ни успеха Затроюсь полбукса И мокрый пуль А ещё есть море в угла Не хватает мне только ума Чтобы наконец понять Что употреблять Не надо больше Никакая этого дерьма Алкоголь и наркотик Прещение моего здоровья Тротики С каждым фактом и пятки Всё ближе к десятке Мой образ жизни, наверное Станет причиной моей смерти Но если я скажу Что я завяжу, не верьте И каждый рак Когда я бросил Прыкаюсь Ко мне взрослю Снова кто-нибудь приконит И приносит Чего-нибудь в подароке Мои привычки Успокой Не отстанет меня Не залживу Я мечтально дружу И моя компания Не заслешаться Узнать, как здорово Живеть, если Ничем не уведаться Вы с организмом дружить Жизнь без наркотиков Целая жизнь Без наркотиков Привет, я печеной с МСИ У меня уже нету сил Смотри, что со мной сотворил Этот дебил Выгляжу так, будто бы мне Лет шестьдесят Пожил тело вся Дальше так нельзя Вот, надумайся Пока еще не поздно Будут с почками на пару Ах, это просто И поджелудочная железа То, что выступает за то, Что ты забежал Не веришь там? Ты вон у легких спроси Сколько лет рэп читать осталось Этому МСИ Ну, а силы так Будет два-три Что не говорю С днем подозрать Насы изнутри Но на эту пати Нас еще хватит Так что штакет Забивайте, давайте Передавать на другу Не забывайте И чтобы не случилось Найки Мои привычки В покое Не оставят меня Не стал живой Аничками дружи Моя компания Не заслешаться Узнать, как здорово Живеть, если Ничем не уведаться Без организма Блжи Жизнь без наркотиков Светлая жизнь Без наркотиков Без наркотиков Без наркотиков Без наркотиков Светлую жизнь Без наркотиков 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 Продолжение следует...